Жил-добыл Каллигула, который правил Римской империей с 37 по 41 год нашей эры, за этот короткий срок за ним закрепилась слава жестокого руководителя, известного своим эксцентричным поведением и невероятными оргиями. Современники утверждают, что он был одержим постоянным поддержанием своего имиджа, и порой воплощал в жизнь самые странные проекты, не жалея средств. Так, по его приказу построили три громадных корабля, которые спустили на воду небольшого озера Неми, считавшегося у римлян святым. На тот момент это были самые большие суда в мире, около 70 метров длиной, 20 метров шириной. На них располагались каменные постройки почти как на земле. Каждый из кораблей был отделан мрамором, мозаикой и позолоченной медной черепицей. Суда оборудовали сантехникой, из кранов текла горячая вода. Отдельные части водопровода были богато украшены головами волков, львов, мифических существ. 41-му году сумасбродного Каллигулу убили заговорщики, претерианцы. Вскоре после этого его корабли для развлечений, спущенные на воду всего лишь год назад, были лишены драгоценных предметов, а затем намеренно затоплены. В последующие века о них полностью забыли. На протяжении столетий местные жители говорили о гигантских кораблях, покоящихся на дне озера. Рыбаки часто вытаскивали сетями куски дерева и небольшие металлические предметы. В 1920 году итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился провести детальные исследования загадочного объекта. В 1928 по 1932 годы были приложены значительные усилия, чтобы осушить озеро. Корабли Неми подняли на поверхность лишь к 1930 году, когда итальянский диктатор Бенито Муссолини приказал инженеру Гвида учели осушить озеро и восстановить корабли. В 1929 году вода из озера была откачана в окрестные долины, и корабли были вытащены на берег, при помощи военных и заключенных. На дне в грязи нашли два корабля, длиной 70 и 73 метра, а с ними множество бронзовых предметов. Обнаруженные статуи и украшения подтвердили, что эти корабли построили специально для императора Калигулы. Их сохранность поразила даже археологов. Стало видно, как были построены античные большие корабли. А на одной из свинцовых труб малого корабля была обнаружена надпись «Собственность Кая Цезаря Августуса Гермоникуса, полное имя Калигулы». Сомнений относительно владельца не осталось. Также найдено очень много гвоздей, с помощью которых крепились деревянные элементы, они были обработаны раствором, что защищало от коррозии. Тем не менее, процесс восстановления судов продолжался вплоть до 1932 года. Впоследствии был построен музей римских кораблей по проекту архитектора Витория Бали Амарпурга. В 1935 году в здании было отбуксировано первое судно. Второе судно разместилось в музее 20 января 1936 года. Только после этого был завершен фасад музея, который был открыт 21 апреля 1940 года. Громадные конструкции переместили в ангар и открыли музей. К сожалению, во время боевых действий, в 1944 году, музей был разрушен, и оба корабля сгорели. Сохранившиеся детали и бронзовые украшения сегодня, можно увидеть в Мусео национале романа.